Достоевский говорил, мы все вышли из Гоголевской шинели, а весь автоспорт Полевского вышел из Пермикинского метеора. За 50 лет тренерской карьеры Бориса Андреевича через его сердце и душу прошла не одна тысяча полевских мальчишек и девчонок. Пускай не все стали супер успешными автогонщиками, но хорошими водителями 100%. Это человек, влюбленный в свое дело. И древние говорили всегда, когда человек идет на работу, и его работа совпадает вместе с его настроем, желанием и так далее, и он с удовольствием идет с работы домой, это счастливый человек. Я считаю, что Борис Андреевич – это счастливый человек. Одним из первых воспитанников, начинающего тогда тренера по картингу Бориса Пермикина, стал Виктор Синичкин. Познакомились они в далеком 1971 году, когда Борис Андреевич преподавал вождение на занятиях по автоделу, и десятиклассник Витя Синичкин пришел к нему заниматься. Мы съездили в 1976 году на Пионерскую правду, на всесоюзные соревнования Пионерская правда. Оттуда мы привезли чертежи вот этого картодрома и вот этого здания. Мы обратились в горком партии, и Танцарев Олег Васильевич сказал, что он выделяет деньги. Северский трубный завод, спасибо ему, много-много нам техники покупал. Ну, спортивная техника долго не живет, но все равно еще с того времени, наверное, у нас рамы-то есть. Сегодня Виктор Николаевич – один из многих благодарных воспитанников, кто пришел поздравить Бориса Андреевича с юбилеем. Живчик всегда, всегда без устали, всегда на позитиве, никогда ни в чем не отказывал, всегда-всегда. По многому таким своим поведением и заражал детей, да, к автомотоспорту? Почему мы сейчас все и собрались-то? Потому что, во-первых, уважение к этому человеку, который нас, нас как бы, ну, с улицы забрал. Ну, дай Бог ему долгих лет жизни, тем более в наше время, когда все-таки мы с пандемией все равно боремся, никуда от этого не деться. Вот, дай Бог ему долгих лет жизни. Но это его жизнь, и пока он сюда ходит, пока он занимается с детьми, он от них питается энергией. Сам Борис Пермикин признается, что 50 лет назад, когда начинал заниматься автоспортом, даже представить не мог, что его это затянет и станет делом всей жизни. Я тогда имел только яву двухцилиндровую, и умел включать только зажигание и заводить. Больше нет. И если мне бы сказали, что через несколько лет я буду на слух определять, что такое мотор, и что там ворок, я к ней поверил. Просто не ожидал даже. Вот, ну, прикипел, видимо, капитально. Еще Борис Андреевич признается, что сейчас его мечта – это получить долгожданные моторы с водяным охлаждением. Надеется, что летом на реконструированной трассе Полевского картодрома его воспитанники будут гонять уже на усовершенствованных картах. Говорит, что сейчас ему с детьми работать труднее, нежели 50 лет назад. Когда я начинал, я не знал, что такое дети. Я ничего не умел сам, и не умели дети. Мы одинаково были. Я учил их, они учили меня, а теперь я знаю все, они не знают ничего, а меня начинают иногда висеть. Как, ну, елки? А потом подумают, ну, елки, откуда он, если он только начинает, понимаете? Поэтому вот с этой стороны сложнее. Дети, какие были, такие есть. Хоть и говорят, что дети, да нет, трудных детей не бывает. Взрослые бывают трудные, а дети трудные не бывают. Это все от нас зависит. За огромным столом, накрытым в здании картодрома, еле уместились пришедшие поздравить дорогого для себя человека. Своё поздравление для юбиляра прислал один из самых титулованных и ведущих гонщиков страны Кирилл Ладыгин, который начинал свою карьеру как раз на трассе Полевского картодрома. Уважаемый Борис Андреевич, хочется поздравить вас с днём рождения, пожелать вам здоровья. Я всегда помню, с чего я начинал, с города Полевского. И для меня это уже история очень большая. Это был огромный толчок для меня. И я с уважением отношусь к вам и к вашему автодрому. А главным подарком от благодарных воспитанников, помимо, конечно же, внимания, стал новый автомобиль Deo Matisse, который Борис Андреевич сразу же и опробовал. Поехали кататься. Наша телекомпания присоединяется ко всем поздравлениям и желает Борису Андреевичу долгих и плодотворных лет жизни и стального здоровья. Максим Исаенко, Константин Миронов. Новости 11 канала. Максим Исаенко, Константин Миронов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...